Как избавиться от боли в животе при миоме матки? Многие пациентки на приеме у врача, у которых имеет место быть миома матки, жалуются на боли внизу живота, поясничной области, в области бедер. Миоматозные узлы, это доброкачественная опухоль, возникает в основном в репродуктивном возрасте или в период менопаузы, перименопаузы, менопаузы, постменопаузы. Но боли в животе и в поясничной области могут появляться и при многих других гинекологических заболеваниях. Чтобы поставить точный диагноз и своевременно начать лечение, при первых симптомах, то есть при болевом синдроме, необходимо обратиться к гинекологу. Причины болевых ощущений при миоме матки. Первая причина – значительные размеры новообразования. При этом доброкачественная опухоль давит как на стенки матки, так и на смежные органы, например, на мочевой пузырь. Вторая причина – быстрый рост миоматозных новообразований, который может привести к нарушению питания узла. Третья причина – изменение гормонального фона, связанное с повышенным содержанием в крови гормоноэстрадиолы. Четвертая причина – затруднение отделения эндометрии во время менструации, что может привести к резкой тянущей боли и кровенистым выделениям в виде сгустков, длительным. Почему это происходит? Потому что идет неравномерное отделение эндометрия и нарушение сократительной деятельности матки, менструации, потому что мешает узел смематозно. Разные виды миом вызывают различные болевые ощущения. Однако многие пациентки ничего не испытывают на начальной стадии заболевания даже при разных видах миома, что усложняет процесс раннего диагностирования данного заболевания. Болезненные ощущения могут быть и резкие, и острые, и сваткообразные, тупые, тянущие, ноющие, могут переходить от одного вида к другому. Рассмотрим виды миом и характер боли при них. При субмукозной миоме новообразование возникает под внутренним слоем эндометрия, растет внутрь, в полость матки. Такое расположение опухоли часто приводит к нарушению менструального цикла, к длительному болезненному кровотечению. Женщина при этом ощущает садкообразные боли внизу живота. Когда менструация прекращается, боли исчезают. При субмукозной миоме идет нарушение менструального цикла по типу его удлинения, удлинения количества дней месячных и по типу межненструальных кровяных поделений. Потому что в зависимости от того, насколько велики размеры опухоли, которая растет в полость матки, и она ведется как инородное тело, а инородное тело, опухоль, субмукозный полип, полости матки проявляют себя кровянистыми выделениями, независимо от менструального цикла. При маточных кровотечениях может быть значительная кровопотеря, при этом учащается пульс, снижается артериальное давление, появляется слабость, общая слабость, обильное потоотделение. И в данном виде миомы часто требуется, естественно, хирургическое вмешательство, при котором отсекают новое образование и выскабливают слизистую оболочку полости матки. Иногда приходится удалять полностью матку, в зависимости, еще раз повторяю, от размера образования, от возраста женщины, от степени растания в полость матки этой миомы. Иногда бывает такое, что узел полностью прорастает в полость матки, организуется на ножке и даже спускается к цервикальному каналу. И в этом случае, конечно, удаление его самое простое. Он просто отсыкается и в дальнейшем происходит выскабливание полости матки. Иногда бывает так, что узел на две трети в полости матки, на одну треть в полости, в мышечной стенке матки, там уже идет другая тактика при лечении. При интерстициальной миоме опухоль располагается уже в среднем слое матки, в мышечном слое стенки матки. Во время роста интерстициальной миомы происходит давление на стенки матки и на соседние органы. Боль при этом может проявиться при резком повороте туловища, при резком наклоне и может носить тянущий или резкий характер внизу живота и в поясничной области. При субсирозной миоме новообразовании располагается под поверхностным слоем матки, под сирозным слоем. И оно может быть, либо оно как правило располагается на ножке. И от формы ножки зависит и вид боли, и состояние женщины. Если ножка тонкая и длинная, то при ее перекручивании, возможном перекручивании, нарушается кровоснабжение опухоли. Такое состояние может привести к перитониту и требует немедленного хирургического вмешательства. А вот толстая ножка и короткая менее опасна, но по мере роста опухоли сдавливает ткани, и женщина ощущает боль в поясничной области. Такие длительные боли в спине изматывают пациентку и ослабляют организм женщины. Если мематозный узел располагается на передней стенке матки, то он давит непосредственно на органы мочеиспускания. Большие размеры доброкачественных новообразований могут привести и к застою мочи, и к инфекционно-воспалительным заболеваниям в органах мочевыводящей системы, и к образованию камней в мочевом пузыре и почках. Если мематозные узлы на толстой ножке находятся ближе к задней стенке матки, то они производят давление на толстую кишку, что приводит к запорам и болезненным ощущениям. При этом опухоль оказывает влияние и на венозные сосуды в нижних конечностях. Пациентка при этом чувствует боль в ногах, в копчике, в ягодицах, что доставляет ей дополнительный дискомфорт, нарушает качество жизни. Лечение миомы матки. Любые тянущие или сфоткообразные, или режущие боли в низу живота, или в поясничной области могут быть симптомами многих гинекологических заболеваний, как я уже говорила. Самолечением заниматься не рекомендуется. Необходимо обязательно обратиться за консультацией к гинекологу и пройти полное обследование. Она включает в себя и гинекологический осмотр, и исследование анализов, в том числе мазков, и на онкоцитологию, и на инфекции, и передающиеся половым путем, и на условно-патогенную флору. Также проводятся УЗИ органов малого таза. При геморрагическом синдроме, например, если у женщины не останавливающиеся кровотечение, проводят лечебно-диагностическое выскабливание полости матки с гистологическим исследованием со скоба последующим. Таким образом, УЗИ и гистология иногда проводят биопсию шейки матки, иногда проводят раздельное выскабливание полости матки и полости цервикального канала шейки матки. Эти методы позволяют сделать заключение о доброкачественной опухоли шейки, о доброкачественной опухоли матки, тела матки, шейки матки, стадии развития этой опухоли, и ее размерах, чтобы составить план лечения фибромиомы матки. Выявление заболевания на ранней стадии позволяет провести медикаментозное лечение без хирургического вмешательства. Если диагноз миомы подтвержден, то важность означает пациентке гормональные препараты и медикаментозные препараты для обстановления нормального уровня гемоглобина до нормальных значений. Чтобы остановить обильные маточные кровотечения и обезболить, пациентки назначают прием комбинированных оральных контрацептивов при малых размерах опухоли. Они помогают избавиться от боли, снижают интоксикацию, снимают воспаление, повышают защитные возможности всего организма, что способствует скорейшей регенерации тканей. При необходимости назначают дополнительно обезболивающие средства, при выявлении таких либо инфекций проводится противовоспалительное лечение. При неэффективности консервативного лечения проводится оперативное лечение. Оперативное лечение проводится при больших размерах геммы, при быстром росте гемматозного узла более трех недель за год. Имеется в виду, что матка увеличивается, более чем на 2-3 недели в течение года. Это считается быстрым ростом мемматозного узла. При геморрагическом синдроме, если произведен соскоп, произведено диагностическое выскабливание в полости матки, и гистологическое исследование, заключение гистологии предполагает предраковое заболевание, проводится также оперативное лечение. Оперативное лечение заключается либо это консервативная миомоктомия, либо это надногаличная ампутация матки без придатков, либо это надногаличная ампутация матки с придатками, либо это экстерпация матки, то есть удаление и матки, и шейки матки с придатками или без придатков. Иногда проводится достаточно большое распространение, приобрела в настоящее время эмболизация маточных артерий. Метод лечения фибромиона матки выбирается после точной постановки диагноза эмболизации, субмукозной, интерстициальной, субсирозной, размеров опухоли, наличия жалоб, сопутствующих у пациентки, кровотечения или болевой синдром. В поясничной области, внизу живота. То есть в зависимости от данных обследования, возначается план лечения, индивидуальный план лечения для каждой пациентки.